Ситуация на продовольственном рынке – тема, волнующая сейчас всех, без исключения ивановцев. В четверг сложившуюся обстановку обсудили региональные парламентарии. Всего в России более 540 различных категорий товаров и услуг. Из них 128 – наименований продовольственных товаров. Картину ценовых перепадов в торговых точках нашего региона депутатам представила руководитель Ивановской службы статистики. Рост тогда еще незначительный, начался с октября прошлого года. Если цены возросли, исходя из этого графика, я просто для примера скажу, на буквально 0,7% по сравнению с сентябрем, то уже в ноябре они возрастают на 2,3%. Это совокупный индекс цен по продовольственным товарам. Далее в декабре рост на 3,9%, но еще больший рост мы наблюдали на территории нашей Ивановской области в январе и феврале. Это были буквально очень исключительные цифры. То есть в течение января индекс потребительских цен на продовольственные товары, как вы можете увидеть, составил 107,3% по сравнению с декабрем, то есть на 7%. В то время как в предшествующие годы это было 2, максимум, там 2,5%. К сожалению, ежедневный мониторинг цен их роста не замедляет. Что же предпринять, чтобы уменьшить стоимость продуктовой корзины жителей региона? Вице-спикер областной думы уверен, отчаянные времена требуют отчаянных мер. Мы по многочисленным просьбам наших избирателей на комиссии по организации работы думы приняли решение провести правительственный час, связанный с повышением цен на основные продукты питания. Безусловно, что мы прекрасно понимаем, что сегодня нужны, может быть, в какой-то степени и неординарные методы для того, чтобы принимать какие-то концепции, какие-то решения, какие-то программы. Потому что, ну, наверное, не все готовы на сегодняшний день вот к такому повороту событий, которые у нас на сегодняшний день происходят. Региональные депутаты от партии власти предлагают снижать цены за счет увеличения доли реализации местных товаропроизводителей в торговых сетях, а также наложить мораторий на подорожание социально значимых продуктов питания. Есть даже инициатива реализовывать товары ивановских аграрьев по талонам, выдаваемым в качестве соцподдержки льготникам. Но пока это только размышления. В реальности же жить становится все дороже буквально с каждым днем. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова.